Всем привет, ребята Акулят, это связь Викулёнок, и сегодня у нас полезное видео. Сегодня мы поговорим о том, как не быть обманутым в Adopt.me, что в основном делают обманщики, и как не лишиться своих любимых пэтиков, потому что сообщения по типу «Меня обокрали, меня взломали, у меня украли всех пэтов», я получаю каждый день очень-очень много. А следовательно, где-то есть уязвимость, где-то вы чего-то недопонимаете, либо становитесь очень доверчивыми. Ребят, если интересно, то после коротенькой рекламы мы поговорим об этой теме, не переключаемся. Хочешь купить робуксы? Тогда переходи на сайт RobayGG. На этом сайте ты сможешь купить робуксы по самому лучшему курсу. За 100 рублей ты получишь целых 325 робуксов. Такой курс ты не найдешь нигде. На этом сайте множество способов оплаты, и скоро будет доступен новый метод моментальной выдачи робуксов. Поэтому я вам и советую этот сайт. А еще в их группе ВК и Дискорде проходят очень часто конкурсы на робуксы, покупая робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов и круглосуточная работа сайта. Все это на RobayGG. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. На самом деле обманов в Adobe.me очень много, и возможно мы в этом видео не охватим все. Но поговорим о самых популярных обманах, хорошо? То есть самый первый, мне кажется, на мой взгляд, обман – это Trust Rate или тест на доверие. Каждый раз, когда я захожу в Adobe.me в чате, я вижу тест на доверие, Trust Rate. То есть, как правило, чтобы пройти тест на доверие, вы должны отдать своего пэта или пэтов какому-то незнакомому человеку. Он их возвращает вам обратно с каким-то еще пэтом. То есть, типа за то, чтобы вы не побоялись проверить свою честность. Как правило, 90% таких трейдов заканчивается тем, что игрок после того, как получает вашего питомца, он просто зависает и выходит из игры. Либо кидает вам трейд, якобы хочет отдать, и потом зависает и выходит из игры. Ребят, не зря есть поговорка. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам предлагают бесплатно что-то, взамен на что-то, то, ну, ребят, посылайте этих людей лесом. Дальше. Второй вид обмана в Adobe.me – это вроде бы состоявшийся трейд, но при этом при всем вам дают какую-то вещь и говорят, что она суперценная. Бьете там самого простого пэта и должен, да, трейд состояться. Но человек настаивает, нет, этого мало, добавь еще. И вы, получается, добавляете, 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 добавляете. Трейд, естественно, состоится. Вы уже уверены, что, ну да, наверное, это дорогой подарок, раз он не соглашается. И таким образом обманываете сами себя. То есть трейд состоится, вы получите какую-то там игрушку или шарик, а в итоге отдадите своих каких-то там, даже пусть недорогих, но пэтов. То есть такой вид обмана тоже очень популярен в Adobe.me. То есть, ребята, чтобы делать трейды, внимательно изучите, на что вы пытаетесь поменять. Или меняйтесь ровно на то, что вы очень сильно хотите. Потому что как раз-таки неравноценные трейды очень сильно популярны. То есть у вас забирают что-то дороже, чем вы берете. Но, как правило, те игроки, кто давно играет в Adobe.me, они уже знают равноценность пэтов, равноценность различных предметов и что, сколько стоит. Очень есть популярный сайт на эту тему, где вы можете спокойно проверить, что вы даете, например, и что вам дают взамен. И при этом понять, вы проигрываете, либо он выигрывает, либо вас все устраивает. Вы хотя бы примерно будете ориентироваться в питомцах. Тем более, у них есть вот такая вот табличка, где расписаны какие пэты, насколько они популярны. И какой пэт там самый последний, ничего не знаю. То же самое здесь есть и с игрушками, и с транспортом и так далее. Дальше, ребят, тоже один из популярных обманов в Adobe.me, это то, что человек одевается в популярного блогера и прикидывается им. И невнимательные пользователи отдают ему своих пэтов. Он там говорит, например, у тебя есть там такой-то пэт, мне нужен для съемок, и ты попадешь в видео. И они такие, да, да. Ну, это как к примеру, придумать могут все, что угодно, и сказать, чтобы вы отдали своего пэта. Поэтому, ребят, очень внимательно, если вдруг к вам подошел такой похожий на меня человек, то обратите внимание на его ник, когда вы будете кидать ему трейд. Также не забывайте про то, что символы некоторые похожи, могут добавить одну букву незаметную или еще что-то. Внимательно до каждой буковки, до каждой циферки проверяйте никнем, потому что он реально может быть похож на оригинал. И вы таким образом будете думать, что вы отдаете питомчика типа блогеру, а на самом деле его потеряете. Следующий вид обмана – это то, что, например, игроки давят на вашу жалость. Например, я никогда не пробовал летать на флайпэте или ездить на райдпэте, дай, пожалуйста, я прокачусь. Если это ваш близкий друг, то, конечно, вы можете дать человеку поиграться с этим пэтом, но если это просит какой-то незнакомый человек, ребят, честно, не видитесь. Ваша доброта вас же и погубит. Либо давайте такого пэта, которого не жалко потерять, потому что с большой вероятностью человек вас просто обманет. Дальше, ребят, следующий вид обмана – это все, что угодно может быть, даже мой дискорд и мой телеграм. А теперь, ребят, внимательно. Любая социальная сеть, даже популярного блогера, может быть опасной. Например, человек пишет «Я куплю твоего пэта за реальные деньги». Или ты такой «О, классно, я как раз заработаю каких-то денег, продам своих питомцев». Но, ребят, как правило, такие трейды заканчиваются обманом. Поэтому, ребят, с такими сообщениями, пожалуйста, очень-очень аккуратно. Либо, может быть, часто видели то, что «Я ухожу из-за допта, у меня очень много питомцев. Давай, я тебе продам их за какую-то там копейку, либо просто отдам даром». Ребят, позже не ведитесь. Нет, вы, конечно, можете согласиться на такой трейд. Может, действительно человек отдает вам питомцев даром. Но если он что-то просит взамен, все, сразу посылайте лесом. Кстати, очень даже нередкие случаи обмана, когда человек говорит вам о том, что «Давай я твоего пэта сделаю флай или райд». У меня очень много флай-зелек, я там знаю, баг, все что угодно. Ухожу из-за допта, мне не нужны флай-зельки или райд-зельки. Давай я твоего питомчика сделаю крутым». Ребят, тоже не ведитесь на такие сообщения, потому что вы отдадите своего пэта, а в ответ он вам не даст ничего. Ну или же, если есть такой добрый человек, который хочет поделиться с вами флай-зелькой, или райд-зелькой, то у вас для этого есть трейд. Пусть он вам даст это зелье, и вы сами накормите своего пэта. В общем, ребят, на самом деле обманов очень много. Я рассказала самые основные. И я думаю, что это только первая моя часть такого видео, потому что я бы хотела с вами еще поговорить о ссылках, на которые нельзя переходить. И это, наверное, будет уже в следующем таком видео. В общем, ребят, итог из этого всего видео. Я хочу сказать то, что когда вы кидаете кому-то трейд, давайте вот сейчас я кину трейд своей помощнице, второй человек вам тоже должен что-то давать. И второе правило. Если у вас уже есть трейд, где вы что-то даете, и вы что-то получаете, это уже честный трейд, то второе, вы должны проверить равнозначность этих питомцев, чтобы вы не отдали питомца дороже, чем он стоит. Ну вот, собственно, и все. Подписывайтесь на канал, будьте внимательны к тому, что вам пишут и что вам предлагают, и запомните самое главное правило. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы попадаетесь на этот бесплатный сыр, то ждите последствий. Ну а я рада была быть с вами. Еще увидимся. Всем пока-пока.